Продолжение следует... Кругово толпятся журналисты. Территория оцеплена. Работают криминалисты. По данным следствия, ночью несколько человек в масках проникли в баню, где находились бизнесмен и его супруга. Связали их и потребовали передать деньги, хранящиеся в коттедже. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили ее супруга без признаков жизни. Следователи и криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли арбалет, из которого был застрелен мужчина, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Журналисты выяснили, что в момент нападения родственники погибшего находились в доме и ничего подозрительного не слышали. Убийцы скрылись на автомобиле. Брошенный микроавтобус обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. Судя по этим фотографиям, преступники могли сменить одежду. В багажнике нашли стрелы арбалета и мишени. В СК сообщили о задержании одного из подозреваемых в убийстве 49-летнего уроженца Средней Азии, Владимира Маругова. СМИ называют колбасным королем. Он известен как владелец нескольких заводов. Самые лучшие соседи. Да, почему так? Ну, почему? Во-первых, вежливые, порядочные. Они лето все жили, зиму тоже. Ну, уезжают они там у них на Рублевке, еще дома у Володи. Но они в основном здесь жили. Некоторое время назад сын коммерсанта от первого брака Александр погиб в ДТП. Молодой человек на мотоцикле врезался в такси на Фрунзенской набережной Москвы. Он, как и отец, занимался бизнесом. С бывшей супругой Владимир много лет судится из-за имущества, отошедшего ей после развода. Детали нынешней трагедии предстоит выяснить следователям. Виктор Прокуршев, Егор Миронов, Станислав Ильин, ТВ-Центр.